Всем здравствуйте! Я ваш логопед Родионова Ольга Владимировна. Сегодня я хочу с вами поговорить о заикании. Что же такое заикание? Заикание – это дефект речи, который характеризуется частым повторением фразы, пролонгацией фразы, нерешительностью человека проговорить ту или иную фразу. И сегодня я вам расскажу, каким образом можно научить себя разговаривать красиво и плавно. Для того, ваша речь была полноценной, нужно знать несколько правил для заикающихся. Итак, правило первое. Прежде, чем сказать фразу, нужно подумать, сформулировать эту фразу и только потом её говорить. Но говорить надо на выдохе. Сначала делаем вдох через нос и на выдохе мы произносим свою фразу. Например, читаем скороговорку. Вдох. Сорок сорок воровали горох. Опять вдох. Сорок ворон отогнали сорок. Сорок орлов напугали ворон. Сорок коров разогнали орлов. То есть обязательно перед тем, как сказать фразу, мы должны сделать вдох и на выдохе плавно произносить свою фразу. Начинаем говорить всегда плавно. Не на каком-то повышенном тоне, а начинаем говорить плавно, чётко и красиво. Говорить надо медленно. Говорить надо спокойно. Всегда говори смело. Про себя проговори фразу и затем её выдавай целиком. Когда ты говоришь собеседником, нужно всегда смотреть собеседнику в глаза. Уважать собеседника – это первое правило. Говори прямо, смотря в глаза своему собеседнику. Если ты затрудняешься сказать фразу, то про себя можешь посчитать до пяти. Посчитай про себя. Один, два, три, четыре, пять. Делай вдох и на выдохе произноси красиво фразу. Следующее правило. Следи, чтобы во время твоего разговора у тебя не было лишнего напряжения мышц. Если ты готовишься к какому-то публичному выступлению, то обязательно нужно сделать артикуляционную гимнастику. Артикуляционная гимнастика очень простая, но она тебе помогает расслабить мышцы артикуляционного аппарата. Можно начать упражнения с движениями челюсти влево-вправо, вправо-влево, вот так. Либо вперёд-назад, вперёд-назад. Ты расслабишь свой артикуляционный аппарат, и тебе говорить будет намного проще и легче. Следующее правило. В свободное время всегда напевай песенки. Вы заметите, что когда вы поёте песни, для вас сказать ту или иную фразу под мелодию намного проще, легче. Следующее правило. Поменьше смотри телевизор, потому что нервная система не терпит перенапряжения. Говори короткими фразами. Старайся декламировать какие-либо стихи в узком круге своих друзей. От этого ты станешь намного смелее, и в последующем будет твоя речь красивая и плавная. Никогда не начинай говорить свою речь после бега. Сначала восстанови дыхание, а потом начинай говорить. Очень хорошо, если ты будешь помогать себе при тренировке работать вот с мячом. Итак, подбрасывая мяч, ты будешь считать один, два, три, четыре, пять. Вот эти плавные движения руками будут работать как метроном, потому что вы заметите, что когда вы работаете с мячом, то у вас речь получается плавная и чёткая. Также вы можете с мячом проводить следующие манипуляции. Например, проговаривать по порядку дни недели. Либо январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Увлекательное занятие. И это будет очень хорошая тренировка для того, чтобы ваша речь стала красивой и плавной. Также можно проводить следующие тренировки. Сделать вдох, а на выдохе начинайте считать. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Опять вдох. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. И вот такая тренировка способствует тому, чтобы ваша речь была красивой и правильной. Также разговаривая, вы можете помогать себе движениями рук. Таким образом вы будете плавно говорить. Ещё я вам посоветую слушать спокойную музыку. Когда вы слушаете спокойную музыку, например, такая, какая сейчас у меня играет, вы можете закрыть глаза и представить себя где-нибудь, может быть, на море, может быть, в лесу, может быть, на берегу озера. Смотрите, как красиво звучит музыка. И вы про себя можете говорить следующие фразы. Мне спокойно, мне хорошо, я расслабляюсь, мне спокойно и легко. По моему телу разливается тепло. Я чувствую себя умиротворённо. Я спокоен, у меня всё под контролем. Я наполняюсь оптимизмом. Я чувствую гармонию и радость. От меня исходит сияние радости и любви. Тишина наполняет мою душу и мой разум. Я думаю, что, послушав такую музыку, у вас душа действительно наполнится радостью и спокойствием. Ну вот, друзья мои, если вы будете следовать этим правилам для плавности, для красивой речи, то я думаю, что никто и не заметит, что вы заикаетесь, что вы как-то некрасиво можете говорить, что у вас какие-то есть запинки в речи. Старайтесь говорить тихо и спокойно, старайтесь говорить равномерно, чтобы ваша фраза была певучая, красивая, и я думаю, что мои советы вам помогут в жизни. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте мне их, пожалуйста, я с удовольствием вам на них отвечу. Ну вот, друзья мои, на сегодня наше занятие заканчивается. Я думаю, что если вы будете следовать моим правилам, красивой, плавной речи, моим правилам, основным для заикающихся, то никто и не заметит, что у вас присутствует такой дефект. Говорите красиво, правильно, и до новых встреч, друзья мои. Всего вам самого-самого доброго. Субтитры сделал DimaTorzok